Итак, начнем с московского шва, или его еще по-другому называют американский шов. В Челябинске называли московский, в Москве называют американский. Загибаем буквально совсем немножко, кто как любит, кто как может. Я загибаю сразу миллиметра 2-3. Самое трудное в этих историях, это вот эти вот переходики, которые идут у нас в шовчиках. Ну вот так как-то приспособилась я. И прошиваю до конца 0,1. Потом это нужно будет подрезать, чтобы припуска большого не оставалось. Видите, как шьется строчка. Потом вот это подрезается, заворачивается и еще раз подшивается в 0,1. Это будет у нас московский американский шов. Обычно я подгибаю вниз и строчу с лицевой стороны. Сегодня мне захотелось сделать наоборот. Я попытаюсь сделать загнуть ровно столько, чтобы потом ножничками мне нечего было срезать. Немножко растягиваю. Здесь мне очень удобно. Ткань, кстати, шелк Гуччи. Очень хорошая. Это шелк натуральный. Плюс небольшое количество эластана. И он достаточно такой вот удобный в работе. Швы не пролегают. В руках держится формоустойчивая достаточно ткань. И в то же время дышит. Ну и выглядит, конечно, хорошо. Будет такое опять очередное у меня универсальное платьице. Как-то не получается мне шить что-то разнообразное на себя. Как только начинаю что-то придумывать, могу придумать хоть что. Но как опять представлю это все на своем росте, на своих формах. Так понимаю, что не нужно мне этого делать. Кстати, недавно сшила себе платьишко. Что-то на вдохновение. Часа за четыре, наверное, в общей сложности от раскроя до готового изделия. А когда дошила, поняла, что носить я его не буду. Вот видите, как бывает. Хотя ткань мне тоже понравилась. Был такой футер двух ниточка летний. Очень приятная ткань. Но ошиблась в пропорции. Сделала себе, захотелось сделать отрезную талию. И все бы ничего. Но когда я обработала низ, Оказалось, что расстояние от плечиков до талии Великовато по отношению к расстоянию от талии до линии низа. То есть юбочка коротковата. Но там есть запасы, можно выпустить. Но тогда по пропорциям не будет очень хорошо. Потому что маленьким людям нельзя длинные платья носить. Они еще короче будут. Можно укоротить вверх по талии. Но там уже молния пришита. Ее надо выпарывать. Это тоже не здорово. В общем, на том я и остановилась. Не знаю. Лето придет, жарко будет. Может быть и придется. Может быть я это и поношу. Так, ну вот. Прострочили на один раз. Теперь я, пожалуй, подрезочку сделаю Только в каких-то вот сложных местах. Например, вот это место. Вот так вот, да? Чтобы мне припуски лишние здесь не мешали. И с другой стороны у меня два шовчика, да? Вот это вот подрежу. Ну а по-хорошему надо брать И вот так вот 0,1 Если вы будете делать себе Мне ткань позволяет. Я вот этот вот припуск, который здесь есть Я его заверну. И по-моему, получится все нормально. А по-хорошему надо вот так вот Оставлять один миллиметрик Не дорезая. И по кругу все срезать. Попробуем. Я не хочу, чтобы эта строчка была прямо 1 миллиметр. Не, потому что по длине вот так вот хватит. Я выбрала И подворачиваю. Вот. Ну и практически я попадаю В ту строчку, которая у меня Уже была прошита. Ну, это, конечно, не в 0,1 Все-таки лучше все это подрезать. Не нравится мне, что получается. Не нравится. Буду подрезать. Так, а сейчас попробую еще меньше сделать. Сейчас я загибаю буквально 2,5 миллиметра. Посмотрим, как строчка получается на лице. Но в этой ткани И такая строчка мне не нравится. Значит, что я буду делать? Я буду делать Швом под гибку С закрытым срезом. А вот так посмотрим. А вот так мне уже стало нравиться. Пройдемся до конца. То есть, что я переменила? Видите, давно не делала Этот московский шов. И ткань здесь очень Пестрая. Надо вот эту строчку Прокладывать В 0,1 От сгиба. Вот сейчас у меня стало это Когда я это сообразила У меня стало это получаться. И вот сейчас мне результат Стал нравиться. Сейчас я вам его покажу. То есть, шью вдоль сгиба Прямо вот 1 миллиметрик. Сейчас пройдем трудный участок. Ну вот смотрите Вот здесь Уже это смотрится прилично. Значит, вот до сих пор Остальное я переделаю. Беру эту строчку А вот так вот уже Смотрится вполне прилично. Поутюжится И будет, в общем-то, Все нормально. Все. Поняла, как нужно шить Мне здесь Чтобы мне нравилось Так, мы проделали Вот такой вот Московский шов Называется Или американский шов Называется С изнаночки Это выглядит вот так Так выглядит с изнанки У меня поперечная тянется В общем-то, нормально Все получилось. И вот так это выглядит С лицевой стороны. Загнули 0,1 Прострочили первый раз Подрезали Потом еще раз загнули Прострочили второй раз Продолжение следует... Продолжение следует...